за 60 серий проекта железнодорожная чего у нас только не было и музеи обзор исторического и современного подвижного состава различные поездки по городам и странам а вот вагоностроительных заводов у нас еще не было и сегодня мы прыгаем в поезд и отправляемся в тверь как вы правильно догадались на тверской вагоностроительный завод ну как подфартило и вагон от твз тверской вагоностроительный завод был основан еще в 19 веке его первоначальное название верхневолжский завод железнодорожных материалов многое он повидал на своем веку ворота завода в разные годы покидали двухосные товарные вагоны и платформы пассажирские и почтово-багажные вагоны трамваи прицепные и головные вагоны электропоездов а также опытные скоростные пассажирские вагоны и даже вагоны для перевозки ядерного топлива в годы войны тут действовала танкоремонтная база калининского фронта сейчас завод входит в группу транс маш холдинг одного из крупнейших в россии производителей подвижного состава для рельсового транспорта приближаемся к проходной и сердце все чаще бьется в груди от осознания скорого соприкосновения с этим вагоностроительным гигантом с более чем вековой историей вот она знаменитая проходная паспорт разовый пропуск ну и конечно же приметы времени куда без них в дни самоизоляции тверской вагоностроительный завод вошел в список системообразующих для своего региона тут был создан специальный оперативный штаб цель которого предотвратить распространение коронавируса сегодня все без исключения работники твз соблюдают дистанцию носят маски и перчатки повсеместно тут установлены антисептики на проходной осуществляется температурный контроль всех входящих на завод помещение предприятия ежедневно дезинфицирует все эти меры позволили заводу несмотря на все сложности возникшие с эпидемией продолжить работу в штатном режиме оно и понятно на заводе в несколько смен трудится почти 10 тысяч человек остановка такой махины а главное и последующий запуск не шуточная история да и работа ведется планово в рамках долгосрочных контрактов завод это настоящий город в городе глаза разбегаются и хочется везде побывать и все посмотреть если бы мы перемещались между цехами не на автомобиле а ходили бы пешком так за целый день все бы не успели снять на заводе сейчас собираются вагоны для федеральной пассажирской компании вагоны для египта и для других заказчиков но начать мы решили не с них а с настоящей жемчужиной и гордости предприятия последних лет уже хорошо знакомые москвичам электропоезд и волга производят именно здесь 11 вагонный состав способен за раз увести три с половиной тысячи человек электропоезд городской второй тип тверской в аббревиатурном виде получается не слишком удобно произносимое эгэ 2 тв впрочем по железнодорожной пернатой моде последних лет поезд получил звучное коммерческое имя и волга заводское обозначение 62 4496 одно из основных принципиальных отличий от зарубежных аналогов гибкая составность и возможность работы по системе многих единиц электропоезд может состоять из пяти шести семи восьми девяти десяти одиннадцати или двенадцати вагонов что позволяет ему подстраиваться под нужды пассажиров и оператора перевозок ширина двери метр сорок освещения входной группы многоуровневые поручни для того чтобы было удобно даже пассажирам которым придется ехать стоя юсб розетки ну и конечно же вай фай всего произведен 41 состав в трех вариациях два пяти вагонных базовой версии и волга построенных 2014 и 2015 годах двадцать четыре шести вагонных состава так называемой версии и волга 1.0 построенных в период с 2018 года по первую половину 2019 года и 15 семи вагонных составов версии и волга 2.0 построенных во второй половине 2019 года сейчас на заводе увеличивают составность шести вагонные поезда укомплектовывают в одиннадцати вагонные так что сегодня мы расскажем и покажем вам первую и волгу 1.0 ну а на второй потом прокатимся как-нибудь с ветерком в одной из следующих серий так по хронологии даже лучше будет с уровня платформы не видно когда спускаешься на нас и хорошо заметен вот этот вот бублик пневмоподвешивания тележки именно вот эта вся конструкция дает характерную плавность хода поезду ну и меньше уровень шума и вибрации предпосылкой к созданию этого поезда послужило начало масштабной реконструкции малого кольца московской железной дороги одновременно с которой был объявлен конкурс на разработку электропоездов постоянного тока для пассажирских городских перевозок в режиме приближенном к режиму работы метрополитена осенью 2013 года трансмашхолдинг по собственной инициативе начинает разработку концептуально нового семейства электропоездов для городских пригородных и межрегиональных перевозок с использованием значительного количества отечественных комплектующих и волга это первый отечественный электропоезд конструкторы которого наконец-то избавились от пресловутого тамбура потому что до этого в общем-то все отечественные электрички они в чем-то повторяли внутреннюю архитектуру еще электропоезда в серии с надо ли говорить что создание электропоезда с нуля дело хлопотное работа над первым опытным образцом электропоезда эгэ 2 тв была начата летом 2014 года и завершилась в декабре в марте 2015 после завершения первичной наладки оборудования поезд вышел из ворот завода и был направлен на испытания тогда же в 2015 был построен второй состав первые два поезда были выполнены в пятивагонном исполнении три моторных вагона по бокам безмоторные головы процесс сертификации модели несколько затянулся но летом 2016 поезд получает сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза но опаздывает на конкурс для мцк к концу 2017 и волгами для проекта мцд закупается центральная пригородная пассажирская компания цппк купившая годом ранее первые два поезда для эксплуатации на своих маршрутах таким образом от первоначальной задумки до реальной крупной поставки прошло четыре года что по меркам вагон настроения совсем немного в иволге удобно перемещаться из вагона в вагон тамбуров то нету вот здесь все межвагонное пространство подсвечено есть поручни и кстати в каждом вагоне установлена система обеззараживания воздуха она вот здесь находится сейчас мы отправимся в цех и посмотрим как она выглядит кондиционеры засасывают уличный воздух в климатические камеры и смешивают его с воздухом из салона где происходит его нагрев или охлаждение а также обеззараживание с помощью внутренних ультрафиолетовых ламп после чего смешанный воздух поступает обратно в салон через потолок или радиаторные каналы около сидений прежде чем отправиться на производство мы решили заглянуть в кабину тут не стали на западный манер делать кресло машиниста по центру компоновка кабины более классическая напоминает последние версии кабины ep2d и ep3d достаточно просторно кабина рассчитана на работу бригады из двух человек машиниста и помощника но предусматривает и возможность управления составом в одно лицо кабина управления и в общем-то приличное такое капитанское кресло установлено куча регулировок есть даже поясничный подпор спинка вот такая штука как дорогих иномарках подвинуться вплотную принципе все органы под рукой из особенностей здесь есть система безопасности на машине те одет браслет есть камера и вот кнопки нужно нажать если система почувствует что машинисту плохо в течение 7 секунд иначе поезд остановится еще из плюшек для машиниста в кабине предусмотрен холодильник и микроволновка отдельная установка отопления вентиляции кондиционирования и обеззараживания воздуха лобовое стекло оборудовано солнцезащитной шторкой с электрическим приводом позади кабины служебный тамбур который имеет две боковые двери наружу и две торцевые двери в кабину и в салон смещенные к левому борту большой брат смотрит за тобой тут комплексная система видеонаблюдения весь состав буквально усеян видеокамерами можно наблюдать за тем кто вызывает машиниста по экстренной связи обозревать салон пространство у дверей а также получать картинку снаружи состава в том числе с крыши из плюшек для пассажиров в каждом вагоне есть юсб разъемы в головных вагонах крепления для велосипедов в туалетных модулях установлены сенсорные смесители для воды и дозаторы мыла также электросушилки для рук и пеленальные столики и волги адаптированы для проезда маломобильных пассажиров входа в головные вагоны оборудованы аппарелями в салоне предусмотрены места для закрепления инвалидной коляски туалетные комплексы спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями для слабовидящих пассажиров информационные таблички дублируются шрифтом брайля обзор салоны и кабины дело нехитрое но не надо забывать что мы на производстве и сегодня нам доступно гораздо больше мы сможем проследить всю цепочку создания поезда вот мы на производстве сейчас вы все своими глазами сами увидите от почти готового вагона мы пойдем обратным хода мы дойдем до каких-то маленьких маленьких деталей на моторных тележках и волги устанавливаются асинхронные тяговые электродвигатели отечественного производства имеющие индивидуальный привод на каждую ось и поддерживающие возможность электрического торможения российские электродвигатели производства псковского электромашиностроительного завода подвагонное пространство смотрите какое огромное количество различных трубок и проводов необходимо для жизнедеятельности поезда вот мы в салоне чем дальше мы идем по цеху против входа конвейера тем все меньше и меньше деталей будет вокруг нас вот краеугольный камень системы обеззараживания специальные лампы в каждом вагоне установлено по две установки обеззараживания воздуха и каждая такая установка обеззараживает до двух с половиной тысяч кубометров в час характеристики системы и алгоритмы ее работы были определены в результате многочисленных испытаний бактерии и вирусы находящиеся воздухе проходя через амальгамные бактерицидные лампы повышенной мощности перестают быть опасными для человека особенность установки в том что она запускается одновременно спуском поезда еще в депо и работает постоянно на протяжении всего времени что поезд находится в пути вот мы видели панели на потолке и волги как раз здесь спрятана вентиляционная система вот такая мелкая мелкая дырочка а делается она вот на этом станке нынешний уровень оснащения завода радует глаз невероятный по размерам цех с легкостью бы вместил себя несколько футбольных полей забит высокотехнологичным металлообрабатывающим оборудованием участие человека минимально машина все делает сама оператор только контролирует напоминает распечатку на принтере из вагоносборочного цеха мы перешли в рамно-кузовной тут соединяют между собой отдельно собранные боковины будущего вагона крышу и днище отсюда каркас уходит в покраску ну а мы продолжаем в обратном направлении прослеживать этапы появления поезда ну что вот мы пришли друзья к началу-началу именно здесь начинается путь и волги вот из таких вот деталей выкладывается кондуктор и идет обварка рамы на этом серия не заканчивается впереди обзор новинок пассажирских вагонов от тверского завода друзья ну а на сладкое посмотрим что теперь представляет плацкартный вагон версия твз два вагона совмещены вместе и здесь есть тамбура соответственно у этого же вагона в конце его не будет так вот помещение есть водичка холодильник микроволновка вместо знакомого всем с детства титана теперь вот такой вот пульт вода холодная вода горячая и все это дело проходит специальную установку по обеззараживанию воды купе проводника который теперь отвечает за два вагона то есть этот вагон и следующий ну и в общем то знакомый всем плацкартный вагон просто вниз опускается какая-то приятная столешница под дерево жить на лифте на таком вот точно также верхние полки корючки usb розетки лампочки конце вагона два туалета биотуалет и что интересно и чего не было никогда в плацкарте здесь есть душ раздельный сбор мусора бумага пластик стекло автоматические двери здесь понятно все должно быть закрыто 20 открываются попадаем следующий вагон по старинке можно вагон протопить углем что понятно что электрификация на наших железных дорогах есть не везде есть компоновка вагон уже другая большой холодильник он он какой для пассажиров как правда будут делить пассажиры место в холодильнике неизвестно и вот здесь такой танцпол которым должны установлены быть так называемые вендинговые аппараты то есть можно будет прийти сюда и купить какой снэк ну или может быть даже еду обновленный купейный вагон от твз лесенка на второй этаж опа второй этаж здесь вот полка там юсб розетка обратите внимание такой приятный стал светлый тон под дерево ну понятно выключатели наконец-то убрали к топку вызова проводника которые все время пассажиры нажимали вместе со светом вот это вот так вот плавненько бац опускается а здесь вот это превращается собственно говоря спальное место стол тоже на таком лифте традиционная ткавашка на месте и вот так вот раскладывается или в вагоне риц по моему также складывался стол розеток целая гора а это друзья штабной вагон кроме всего прочего оборудованный всем необходимым для проезда пассажиров с ограниченными возможностями большое купе туалетная комната душ отдельно стоит отметить наличие в вагоне бортового компьютера теперь все управление выведено на большой монитор и очень наглядно друзья вот так плодотворно мы провели сегодняшний день на тверском вагоностроительном заводе если формат таких серий вам понравится мы обязательно сюда вернемся ну или съездим на еще какой-нибудь вагоностроительный завод оставляйте комментарии ставьте лайки ну а мы поехали назад в питер пока пока